МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Сызранский завод Тижмаш выиграл тендер на производство металлоконструкций для космодрома. О модернизации предприятия рассказали губернатору. 46 дорог отремонтируют до конца сезона в Самаре. Сейчас приводят в порядок Дыбенко. Русский язык для иностранцев. Студенты из Польши, Тайвани и Великобритании приехали на летние курсы в Самарский университет. Еще один масштабный спорткомплекс появится на карте региона. В Сызране завершается строительство объектов, в котором будут два бассейна, универсальные тренажерные залы, а также площадки для занятий боксом и борьбой. Как продвигается стройка с ходом работы, ознакомился губернатор Николай Меркушкин в ходе визита в Сызрань. Глава региона посетил также стадион «Кристалл», проверил, как реализуются программы капитального ремонта жилого сектора и ознакомился с новыми проектами завода «Тяжмаш». Подробности в обзоре Олега Зверева. Восточный-2 после успешного оснащения космодрома в Амурской области Сызранский завод «Тяжмаш» выиграл тендер на производство металлоконструкций для второй его очереди, предназначенной для пусков носителей тяжелого класса. А уже сегодня предприятие производит детали для реставрации атомного ракетного крейсера «Адмирал Лахимов». О ходе модернизации завода рассказывает губернатор. Теперь здесь современные станки с числовым программным управлением. А громоздкие изделия, которые раньше обтачивали месяцами, сейчас можно изготовить за 2-3 дня. Новый цех, где стоят немецкие станки, современнейшие, японские станки, современнейшие. Сложные детали можно изготавливать, где в сотни раз увеличивается производительность труда. Еще один масштабный объект, создание которого примет участие «Тяжмаш», это «Ямал-СПГ», крупнейший в топливно-энергетической отрасли завод по производству жиженного природного газа. По мнению главы региона, в ближайшие годы и на перспективу без заказов «Тяжмаш» точно не останется. Вполне уверенно будет чувствовать себя и Сызрань, город, промышленный потенциал которого выше, чем у иного небольшого региона. Важно создать комфортные условия для жизни, отремонтировать дома и дороги, навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году в Сызране было запланировано провести капитальный ремонт в 73 домах. В 25 домах работы завершены. Как работают подрядчики, главе региона показали на примере дома на улице Гоголя. В здании, построенном почти 60 лет назад, ремонтируют фасад, меняют окна, ранее приложили кровлю, а в будущем предстоит замена коммуникаций. Вот эта площадка спортивная, вся разбитая. Сделайте нам, пожалуйста, ну, пожалуйста. В 2018 году 100%. 100% будет. Да, ну ладно, поверим. А может быть, будет в этом году. В этом году. На вопрос, каково участие простых Сызранцев в городском хозяйстве, представитель управляющей компании ответил, что все решения согласуются с общественностью, а в будущем ее роль будет только возрастать. В Сызране планируется так же, как и в Самаре, сформировать общественные советы микрорайонов и наделить их такими же полномочиями. Они смогут контролировать не только состояние улиц и дворов, но и масштабные проекты, такие, как строящийся физкультурно-спортивный комплекс. Он предназначен для тренировок и соревнований по игровым видам спорта, а также плаванию, спортивной гимнастике, боксу и борьбе. В нем будет два бассейна, универсальный зал, тренажерный комплекс и боксерский ринг. В этом году из областного бюджета выделено 150 миллионов рублей на завершение строительства. Общая смертная стоимость – 250 миллионов. Сейчас идет монтаж перегородок, прокладка коммуникации и отделочные работы. А вот на стадионе «Кристалл» проводится замена газона. Больше половины работ уже выполнены, искусственное поле будет самым современным. Все-таки это база для футбольного клуба «Сызрань-2003», выступающего в зоне «Урал-Приволжье» во втором дивизионе. В середине августа работы планируется завершить. По запаслу городских властей на территории комплекса также должна расположиться и Академия тенниса. Но это пока только в проекте. Олег Зверев, Вадим Быстров. События. Карты всегда ложатся удачно, если за них берутся опытные специалисты. В Самаре ремонтируют дорогу на улице Дебенко большими картами. Эта технология уже отработана и зарекомендовала себя. В ночную смену вместе с дорожниками вышла и Марина Матвейшина. Для этих мужчин лето горячая пора в буквальном смысле. А самая желанная температура не ниже 220 градусов. Именно до такой отметки должна разогреться асфальтобетонная смесь, чтобы прочно и надежно лечь на дорогу. Ремонт улицы Дебенко проходит четко по технологии. Сначала фрезерование, потом заливка бетонной эмульсии и следом покрытие мелкозернистой смесью асфальта и бетона. Мелкозернистая – это мелкая фракция щебня, то есть, грубо говоря, как песок. И для таких вот ямочных, карточных, ремонтных работ предусмотрена вот такая смесь. Она как бы не требует просто перекрытия потом другими слоями. То есть, ее можно укладывать в один слой и все получается очень достойно, красиво. Ну и по срокам неплохо держится она. За ночь рабочие отремонтируют картами 400 квадратных метров. Всего в работе два участка – от революционной до третьего проезда и от советской армии до свободы. Общая протяженность – километр с небольшим. По программе «Безопасные и качественные дороги» на ремонт улицы Дебенко выделен 21 миллион рублей. Дан участок был в аварийном состоянии, в плохом, поэтому было принято решение провести ремонт картами. По программе «Безопасные и качественные дороги» у нас очень большой объем в этом году. Это на самом деле очень важно и полезно для нашего города. Всего по программе в Самаре отремонтируют 46 дорог. Автолюбители эту новость встречают радостно и с благодарностью. А чтобы ремонт не создавал препятствий в движении и лишних пробок на дорогах, все работы проводятся ночью. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. 50 сотрудников госавтоинспекции ночью провели профилактический рейд «Контроль трезвости». Акция направлена на снижение аварий по вине пьяных водителей. Подобные рейды довольно эффективны. С начала года по сравнению с предыдущим на 30% сократилось количество ДТП. Тем не менее, аварийность под градусом в Самаре высока, особенно на оживленных магистралях. В случае выявления водителя, управляющего транспортным средством, в состоянии опьянения, группа разбора, которая в настоящий момент присутствует на месте, будет собран административный материал. Транспортное средство помечено на штрафную специализированную стоянку. Материал направлен будет в суд для решения вопроса об административном наказании в отношении данного лица. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре продолжаются поиски мужчины, напавшего с ножом на полицейских. Его фото размещено на официальном сайте регионального главка МВД. Силовики отцепили лесополосу в границах Волжского, Красноглинского, Московского шоссе и улицы Демократической. Работают кинологи. Напомним, ЧП случилось в среду 2 августа. Полицейские пытались задержать мужчину, а тот напал на них с ножом. Пострадавшие остались живы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить по телефону, указанному на экране. На трассе М-5 погиб водитель легковушки, столкнувшийся с тремя грузовиками. По предварительным данным полицейских, 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара легковушка столкнулась еще с двумя фурами. После ДТП бригада скорой помощи доставила водителя в ближайшее медицинское учреждение, где он скончался. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Экзотические лихорадки впервые поразили самарцев в нынешнем году. Всего за полгода в регионе зарегистрировано 313 тысяч случаев инфекционных заболеваний, что немного ниже уровня прошлого года. Самарцы стали меньше страдать от цельмонеллеза, дизентерии, острого вирусного гепатита B, ветряной оспы, педикулеза, туберкулеза, ОРВИ, гриппа, ВИЧ-инфекции. Зато впервые в нынешнем году зарегистрирован случай заболевания лихорадки Зика у жителей Тольятти, посетившего Колумбию с туристической целью. 4 случая ку-лихорадки у жителей Самары, выезжавших на рыбалку в Республику Казахстан. 2 случая лихорадки Денги у жителей Тольятти и Самары, вернувшихся с отдыха из Таиланда. Возле полуострова Копылова утонула пожилая женщина. Трагедия случилась недалеко от базы отдыха Плёс. 64-летнюю женщину извлекли из воды и вызвали ей скорую помощь, но она скончалась до прибытия медиков. В Самаре ограничат движение транспорта в районе поселка Управленческий. В субботу, 5 августа, там пройдут соревнования бегунов открытый легкоатлетический кросс Соколий-город-2017. Проезд будет ограничен с 9 часов утра до 15.00 по автомобильной дороге на кладбище Лесное от съезда к спортивному центру Чайка до поворота на кладбище Лесное, сообщили в Самарской мэрии. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты в своих поездках с учетом вводимых ограничений. Я русский бы выучил, только за то. В Самарском университете работает языковая школа русский язык и культура для 28 студентов-филологов из Польши, Великобритании и Тайвани. Они изучают грамматику, литературу и смотрят фильмы без перевода. Андрей Горгуленко узнал у иностранцев, чем их привлекает русский язык. Габриэль, студент из Англии, внимательно вчитывается в предложенный текст, чтобы не упустить смысла. Русский язык он учит два года, пока он трудно дается ему, но британец любит ставить перед собой сложные задачи. Это очень трудно, но я люблю это, потому что это очень трудно. Каждый раз я выучу что-то новое. Я хочу выучить следующую вещь. А в другой группе ребята с продвинутым уровнем знания русского языка. Для них преподаватели подготовили задания сложнее. Иностранные студенты разбирают не только языковые инструменты, но и тонкости русской культуры. Уроки мне очень понравились. Мы изучаем русские фильмы, русские книжки, старые и также современные. И это очень интересно. Для ребят продвинутого уровня мы смотрим сейчас отрывки из разных экранизаций Гоголя. Для ребят начинающих мы смотрим, например, Яралаш. И параллельно мы решаем не только вопросы русского языка, но и параллельно мы решаем такие достаточно сложные теоретические вопросы. Ну, например, как возникает смех в литературе. Всего в двухнедельной школе на базе Самарского университета участвуют 28 иностранцев. Программа школы выходит и за пределы вуза. Для студентов проводят экскурсии по достопримечательностям города. Еще одну делегацию преподавателя ждут в середине августа. А также рассчитывают, что в скором времени наши ребята смогут посещать такие школы в Польше, Великобритании и Тайване. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Военным предложили работу. Более 15 тысяч вакансий из общегородской базы и базы данных муниципального района Воложский предоставили специалисты Центра занятости военным, уволенным со службы. Соискателям рассказывают о ситуации на рынке труда. Сейчас очень востребованы рабочие специальности. В лидерах слесаря, токаря, фрезеровщики, каменщики, водители. На ярмарке вакансий психолог, профконсультант может подобрать всем желающим варианты бесплатного переобучения по выбранным профессиям. Особенность в том, что граждане выходят уже в возрасте, когда работодатели не очень хотят брать данную категорию граждан к себе на работу. И мы даем возможность переобучиться гражданам на какую-либо профессию. Следующая уже общегородская ярмарка вакансий пройдет 14 сентября в ДК Литвинова. Рабочие места предложат 70 предприятий региона. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Снимают старый асфальт, подводят коммуникации, подключают систему полива газонов. На каком этапе ремонт площади Куйбышева? Сегодня Международный день арбуза. Как выбрать ягоду, чтобы она оказалась сочной и спелой в нашем сюжете? Взгляд через иллюминатор. Самарские фотографы представили свои работы в новом пространстве. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся.